Здравствуйте! Все, наверное, слышали, что у археологов и у историков есть одна проблема. Проблема датирования событий, определить дату, как давно они случились. И все, наверное, слышали про такой замечательный метод. Радиоуглеродный он называется. Я напомню, что это такое. Прилетает из космоса к нам космическое излучение. Под его действием в атмосфере образуется радиоактивный углерод. Этот углерод усваивается нашими растениями, потом живыми организмами. И вот ткани, полученные из растительного сырья, ткань, дерево. Оно содержит какое-то количество радиоактивного углерода, которое постепенно уменьшается. Чем древнее ткань, тем этого углерода там меньше. Достал археолог откуда-нибудь из погребения фараона частичку саркофага деревянную, кусочек ткани. И по количеству радиоактивного углерода можно определить, как давно эта ткань появилась. Как давно ее создали растения. Способ такой, понимаете, ограниченный. А ведь есть другое датирование. И не только по радиоактивным изотопам. Смотрите, какое дело. Вот рассказывают так. Вот дюна лежит, огромная дюна где-то в Сахаре. И ученые установили, что возраст этой дюны вот столько-то тысяч лет. Вот столько тысяч лет эта дюна здесь лежит. Что же заставило ее возникнуть? А вот как они установили этот возраст? Думаете, с помощью радиоуглеродного анализа ничуть не бывало. Оказывается, каждая песчинка, кусочек кварца, да, песок, это кварц, полевой шпат, вот эти вот минералы. Она помнит, как давно она не видела света. Вот когда свет падает на кристаллик кварца, полевого шпата, множество других кристаллов, что там происходит? Происходят кванты света, разгоняют там всякие ловушки, ловушки, ловушка между узлами кристаллической решетки. Бывает такое место дефектное, в которое попадает электрон, да, этот электрон создает потемнение, да, например, если это оптически прозрачный материал. И он там какую-то энергию имеет, да, ударили по нему квантом света, он вылетел, да еще люминесценцию произвел, вспышечку света маленькую. Все, свет все время отжигает эти дефекты. И вот как только этот песочек попал в темноту, ну, например, внутрь дюны, то он уже не обесцвечивается светом. А радиация на него продолжает действовать. Наша природная радиация, везде есть радиоактивные материалы, они постоянно облучают вот этот песочек, и он набирает дозу, темнеет. Кстати, такого рода дозиметры есть и у нас, у людей, да, вот человек работает в условиях радиоактивного облучения, у него такая маленькая коробочка, и в ней кристаллик, который набирает потихонечку дозу. Он сдает эту коробочку, значит, каждую неделю или каждый месяц, там, куда он сдал ее, вкладывают в специальный прибор, облучают светом, и он выдает люминесценцию. По уровню люминесценции оценит, какую дозу человек получил, да. А тут достает песок из недр этой дюны и подвергает его ультрафиолетовому излучению. Что происходит? Происходит высвечивание, да, вспышки света регистрируются в этом песочке. Сколько света он излучил? Это определяет той дозу, которую он получил. А мощность дозы природного облучения примерно всегда постоянная, одна и та же. И вот таким образом может установить возраст. Более того, есть еще одна люминесценция, это называется оптически стимулированная люминесценция. А есть еще термостимулированная. Вот, например, старинные вазы всякие, да, вазы, которые обжигали в печах, в них содержатся всякие кристаллы, вещества. И вот во время обжига они отожглись там все радиационные дефекты. А потом эта ваза столетиями лежала в кургане, стояла в музее, не знаю, что она там делала, где она находилась, но она потихонечку набирала, набирала дозу, дозу космического и природного облучения. И вот если этот кусочек этой вазы хорошенько нагреть, он тоже будет люминесцировать, светиться. И вот эту всю набранную дозу-то, количество люминесценции, покажет нам, какую дозу получила за все это время ваза. То есть ее возраст. Вот так вот возраст античных ваз, в частности, и был когда-то определен. Спасибо вам за внимание. Всех благ, удачи.